Здравствуйте, друзья! Заметили, все говорят только о биткоине в последние два месяца. Но, судя по всему, они умело используют эту тему для отвлечения нашего внимания от того, что на самом деле происходит. Они даже не пытаются этого скрывать больше, так как за биткоин-шумом мы просто-напросто перестали за этим следить. Сегодня я нашел очень интересные новости, и мне бы очень хотелось, чтобы то, о чем я собираюсь сегодня говорить, было неправдой. Но, к сожалению, это правда. Все мы понимали, что это лишь вопрос времени, и это происходит прямо сейчас за кулисами этого криптобулрана. Крупнейшая система международных финансовых услуг SWIFT, которая, кстати, расшифровывается как сообщество международных межбанковских переводов, только что объявила о своем намерении запустить новую платформу для цифровых валют центральных банков уже через 12-24 месяца. Так что уже через год-два все необходимые документы будут в порядке, и все будет готово для того, чтобы мы оказались под полным и абсолютным контролем наших правительств. Вот что это значит простым человеческим языком. Напомню, что с тех пор, как я начал изучать цифровые валюты центральных банков и активно выкладывать видеоролики на эту тему, их сроки, сроки, которые они заявляли, значительно сдвинулись и сдвинулись в сторону ускорения. Чуть больше года назад, вдумайтесь, года назад, мы слышали туманные заявления, сделанные банком международных расчетов, а также группой политических лидеров по всему миру, большинство из которых были, конечно же, из США и Европы. И они говорили, знаете что, мы не совсем уверены, нужны ли нам эти цифровые валюты. Мы все еще думаем об этом, мы разрабатываем правовую базу, мы обсуждаем это. Возможно, мы даже никогда их не запустим. Так что не беспокойтесь об этом. На прошлой неделе председатель ФРС США Джером Пауэлл повторил эту мысль и крайне расплывчато ответил насчет вопроса о цифровом долларе. Я бы даже сказал, что для птицы его полета это был очень неловкий ответ. Когда его спросили о прогрессе ФРС в работе над цифровым долларом, вот что он ответил. Это мы, что ли, должны были предложить что-то? Нужно, чтобы Конгресс рассмотрел законодательство, разрешающее цифровой доллар, и для этого потребуется закон Конгресса, подписанный президентом. Президент даст нам возможность разрабатывать то, что вы называете цифровой валютой Центрального банка. На самом деле это общественная цифровая валюта. Вообще, мы еще очень-очень далеки от этого. И спустя неделю после этого заявления мы узнаем, что SWIFT запустит платформу для цифровых валют Центральных банков в ближайший год или два. И можно предположить, что если это объявление уже сделано, то платформа практически готова, протестирована и может быть повсеместно запущена. Обратите внимание, сказано, платформа для цифровых валют Центральных банков. Не цифровой валюты. Не для одной, а для многих. Иными словами, это коснется не только Соединенных Штатов Америки. Цифровая клетка будет запущена во многих странах уже спустя год-два с этого момента одновременно. Об этом вообще никто не говорит. Потому что все умы затмил булран и рост биткоина. Больше мы ничего не видим. Но на самом деле этого уже никто не скрывает. Например, в недавнем отчете, опубликованном всего 19 часов назад, говорится, «Глобальная банковская сеть обмена финансовыми сообщениями планирует в ближайшие 1-2 года создать новую платформу для подключения разрабатываемых центральными банками цифровых валют к существующей финансовой системе». Это означает, что мы увидим целую волну цунами цифровых валют, запущенных крупнейшими экономиками мира уже через год-два. Как они дальше пишут в этом же отчете, «Этот шаг станет одним из самых значительных изменений мировой финансовой системы за последние десятилетия». Учитывая ключевую роль SWIFT в глобальном банковском деле, вероятно, платформа будет отлажена до такой степени, что запуск первых крупнейших цифровых валют мира произойдет без ошибок и проблем. Напомню, что SWIFT обладает поистине огромной банковской системой. Она используется в 200 странах и является платформой для почти тысячи банков по всему миру. Далее в отчете говорится, «Около 90% мировых центральных банков сейчас изучают возможность запуска собственных ЦВЦБ». Я бы хотел обратить внимание на эту формулировку. Когда они пишут «изучают», мы должны понимать, что на самом деле они имеют в виду, что они ведут агрессивную разработку, при этом полностью умалчивая о прогрессе и сроках. В течение последних трех лет нам давали кусочки информации, то там, то здесь. И во многих случаях они противоречили друг другу и вводили в заблуждение о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями. И, конечно, я бы сказал, что так и было задумано. Однако сегодня SWIFT прямо и без стеснений заявила, «Да, платформа, соединяющая все эти ЦВЦБ в кучу, будет запущена в ближайший год или два». Ранее назывались сроки от 5 до 15 лет. Многие говорили даже о том, что никаких ЦВЦБ запускать не собираются. Поэтому я подозреваю, что даже этот дедуайн в 1-2 года в итоге сократится. По словам SWIFT, тестовая программа цифровых валют центральных банков стала одной из крупнейших на сегодняшний день глобальных коллабораций в области ЦВЦБ и токенизированных активов. В ней уже приняли участие центральные банки Германии, Франции, Австралии, Сингапура, Чехии, Таиланда и многих других. Некоторое количество этих стран пожелали остаться анонимными. Тестовая программа была направлена на то, чтобы убедиться, что ЦВЦБ разных стран смогут использоваться вместе, даже если они построены по разным протоколам, на разных платформах с использованием разных блокчейнов. Эта же тестовая программа показала, что эти цифровые валюты центральных банков можно использовать в очень сложных торговых, валютных и международных платежах. Смотри, что они сказали по итогам этого теста. Это очень интересно. Результаты уже выходят за рамки эксперимента и двигаются к тому, чтобы становиться реальностью. И спустя 12-24 месяца они заявляют, что будет запущен уже продукт, а не пилотная версия. Цифровые валюты, друзья, и платформа, соединяющая их международно с использованием межблокчейновых мостов. Вот наша реальность. Уже через 12-24 месяца. Вот что они говорят и вот на что никто не обращает внимания. То, чего никто не видит из-за того, что биткоин пробил 71 тысячу долларов. Что же это значит? Это значит, что нам нужно использовать следующие 12 месяцев для подготовки к запуску цифровых валют центральных банков по всему миру одновременно. И поскольку прогресс в работе над цифровым долларом держится за закрытыми дверями, скорее всего, это станет сюрпризом для множества людей, которых отвлекли пандемией, коронавирусом, инфляцией, войнами, биткоином и так далее. Свифт упомянул и недавний прогноз от Boston Consulting Group, согласно которому активы на сумму около 16 триллионов долларов до 2030 года будут токенизированы. Это, кстати, причина, почему я настроен оптимистично по отношению к криптовалютам, связанных с Real World Assets, то есть токенизацией реальных активов. Однако это тема для другого видео. Токенизация — это процесс, когда такие вещи, как акции или облигации, превращаются в цифровые активы, которые можно будет выпускать и которыми можно будет торговать в режиме реального времени. Зачем Свифт упомянул об этом в своем заявлении? Да потому что для развертывания ЦВЦБ цифровых валют центральных банков сначала нужно токенизировать все активы, абсолютно все активы в реальном мире, чтобы подготовиться к запуску цифровой валюты. Еще раз подчеркну, нужно токенизировать абсолютно все активы для того, чтобы запустить цифровые валюты центральных банков. Теперь пазл складывается, не так ли? Вспомни заявление Ларри Финка, главы BlackRock, о том, что все существующие активы будут неизбежно токенизированы, что токенизация активов — это следующий их шаг. Далее BlackRock запускает фонд, который будет состоять из токенизированных активов. И этот фонд построен на блокчейне Эфириума. Но самое интересное то, что этот фонд от BlackRock может токенизировать кэш на личные деньги. Еще раз, для развертывания цифровых валют центральных банков необходимо токенизировать абсолютно все активы. И BlackRock уже начинает этим заниматься. Они даже могут токенизировать кэш. У тебя разве не идут мурашки по коже от этой информации? Ведь тогда оказывается, что BlackRock делает это все специально, начиная от спотовых биткоин-ИТФов и заканчивая токенизацией реальных активов. Помни, план обговаривался с Банком международных расчетов. И вот его генеральный директор. Мы склонны установить эквивалент с наличными деньгами. И в этом есть огромная разница. Например, если речь идет о наличных, мы не знаем, кто сегодня использует 100-долларовую банкноту. Ключевое различие с цифровой валютой заключается в том, что центральный банк будет иметь абсолютные контроли над правилами использования денег центрального банка. А также у нас будет технология для обеспечения соблюдения этих правил. Эти два вопроса чрезвычайно важны. И это имеет огромное значение для понимания того, чем именно являются наличные деньги. Наличные деньги — это проблема. Цифровые валюты центральных банков — это решение. И за это решение простые люди будут благодарить центральные банки. Ну а мы спрячемся в биткоине. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok